В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Торжественная клятва и красные галстуки. Состоялся торжественный прием в пионерскую организацию. Я рисую победу. В администрации наградили победителей творческого конкурса. Помнить и не забывать. Стартовала совместная акция госавтоинспекции и центрование школьной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Сияющих звезд стало больше. В преддверии Дня Победы пополнились ряды союза детских организаций нашего города. У Стелла Победы пионерские галстуки повязали новым участникам школьных дружин. Третьи классники дали торжественное обещание быть верными родине и чтить традиции организации. Торжественный митинг посвятили двум важным событиям – Дню Победы и посвящению в пионеры. Саша Шадрина на пионерскую линейку в сквер 40-летия Победы пришла впервые. Девочка рассказывает, что давно мечтала повязать красный галстук. Для нее пионер – не просто звание. Это ответственность и готовность проявить себя в любой ситуации. Я хочу быть хорошим пионером, помогать бабушкам и дедушкам. Я хочу, чтобы на земле было лучше. Когда есть пионеры, то мир становится немного лучше. В этом году в Сарове пионерские дружины пополнят более 800 третиклассников из 13 детских и пионерских организаций, входящих в Союз «Сияющие звезды». С праздников школьников поздравили представители Департамента образования, Ядерного центра, ветеранских организаций и депутаты Городской думы. Я желаю вам сделать самое главное в жизни открытие – это открытие своего сердца добрым поступком и заботе о тех людях, которые всегда присутствуют рядом с вами. Мы от ветеранов поздравляем вас с этим праздником замечательным. Вас он запомнится на всю жизнь. Вы своими дружинами сейчас вливаетесь в мощную нашу детскую организацию, в создатели звезд. Я вас поздравляю с этим праздником. После торжественной линейки все ребята отправились на экскурсию в Музей ядерного оружия. 17 мая новоиспеченные пионеры встретят рассвет на лыжной базе. А уже вечером всех третиклассик ждет большой праздничный концерт, который пройдет на площади около Дворца детского творчества. Ирина Вышогородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Начался прием заявлений на организацию отдыха школьников города в детском лагере «Березка». В этом году вступили в силу новые правила. И приобрести путевки по сниженной стоимости для своих детей могут все категории граждан, независимо от места работы. В связи с этим увеличилось и количество льготных мест. Подробности в следующем репортаже. В этом году отправить своего ребенка в лагерь «Березка» станет проще и дешевле. В оздоровительном образовательном центре проводят несколько недель летних каникул дети с 6,5 до 15 лет. С 22 апреля по льготной стоимости, а именно за 5200 рублей, путевки смогут приобрести более 200 пап и мам, независимо от того, в какой организации нашего города они работают. Количество мест ограничено. Очередность будет определена по дате подачи заявления родителей с приложенным пакетом документов. Это копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справка из школы. Тем родителям, которые отправят своих детей в санаторно-оздоровительный лагерь «Аднижегородской области России», полагается компенсация части затрат на приобретение путевки. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта рекомендуют написать заявление на возмещение потраченных денежных средств как можно раньше. В 2019 году размер данной компенсации составляет от 11 600 рублей до 13 300 рублей. Количество средств ограничено. Очередность получателей будет определена по дате подачи заявления родителей. Реестр детских отравительных лагерей размещен на сайте турцентр.рф.ру. Также можно обратиться за помощью в выборе лагеря к специалистам Департамента по делам молодежи и спорта. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило новый порядок диспансеризации. Теперь люди старше 40 лет смогут проходить профилактические медосмотры ежегодно. Еще одно из новшеств пациентам этой категории будут проводить скрининги для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Как и раньше, диспансеризация будет бесплатной и добровольной. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Магазины попросили не продавать алкоголь в День Победы с 9 до 15 часов. Соответствующее постановление подписал глава администрации. По статистике, в дни проведения безалкогольных праздников на улицах города происходит значительно меньше правонарушений, чем обычно. Эффективность такой меры подтверждает как в полиции, так и в коммунальных службах. 8 мая состоится первый в этом году молебен в Балаковской часовне, освященный в честь святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя православного воинства. Служба начнется в 18 часов. Для справки, Свято-Георгиевская часовня была построена в 2009 году. Во время молебнов здесь всегда поминают воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На стенах часовни размещены памятные доски с именами 500 погибших земляков, призванных из Сарова, Балыкова, Филипповки и Протяжки. В сентябре на базе детской библиотеки имени Пушки начнет работу группа подготовки школьников из многодетных семей по олимпиадной математике, экспериментальной физике и разговорному английскому языку. Занятия будут вести профессиональные преподаватели и сотрудники ядерного центра. Вступительную работу ребята смогут написать 24 мая в 16 часов в библиотеке имени Пушкина. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий статус семьи. В актовом зале администрации прошла церемония награждения по итогам городского творческого конкурса «Я рисую победу». В этом году свои работы представили более 300 юных саровчан, среди которых воспитанники детских садов, ученики школ, учреждений культуры и дополнительного образования. По итогам работы конкурсной комиссии определились 30 работ, авторы которых стали обладателями дипломов и ценных подарков. Организаторы дали полную свободу полета для фантазии юных художников и предложили выполнить работу на конкурс в различных техниках. Рисунки о Великой Отечественной войне и долгожданной победе ребята делали гуашью, акварелью и цветными карандашами. Ученица 10-й школы Валерия Морозова сделала свою работу в технике выжигания по дереву. Это картина о Зое. Спасибо Зое за победу. В ней я показала то, какой мир стал после ее жертвы и ее победы, то, что она сделала для народа. Чтобы мы, дети, не забывали, за что погибли наши прадеды, дети, за то, что они нам дали победу и то, что мир, в котором мы сейчас живем. Воспитанница клуба по месту жительства Центра внешкольной работы Ульяна Гуськова никогда не училась в художественной школе, но с детства любила рисовать. Сегодня Ульяна – участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и победитель восьмого городского конкурса, посвященного 9 мая. А идея мне понравилась, что мужчина стоит сначала на войне, а потом после войны, что было. Я хотела взять эту идею, потому что война – это страшно как-то для людей, для всего народа. Конкурс «Я рисую победу» направлен на развитие художественных способностей и раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. Но главная цель, как считают организаторы, совершенно в другом. Только тот народ, который не теряет память, имеет право на существование, имеет право на будущее. Если мы все это забудем, ну, не будет у нас будущего. Лучшие работы по итогам конкурса появятся на выставке, посвященной 9 мая. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей СОРОВ, 24. К акции «Георгиевская ленточка» присоединились сотрудники госавтоинспекции. Совместно с воспитанниками военно-исторического клуба «Разведчик» они раздавали символы Дня Победы соросским автомобилистом. Вручая ленту, активисты клуба рассказывали водителям, как правильно ее носить, а также напоминали о соблюдении правил дорожного движения. Подробности в следующем репортаже. Взмах жезла инспектора ДПС и автомобиль подъезжает к обочине. Но к открытому окну машины подходят не сотрудники госавтоинспекции, а участники военно-исторического клуба «Разведчик». Накануне праздника Великой Победы они проводят совместную с ГИБДД акцию. «Раздаем водителям символ Победы, ленточку, также наклеечку подвезу ветерана. Кто наклеит эту наклеечку, должны подвезти ветерана бесплатно». Дмитрий Сёгин участвует в таких проектах не в первый раз. Как командир отделения он ведет за собой небольшой отряд. Рассказывает водителям о причине остановки, а его друзья вручают автомобилистам георгиевскую ленточку и листовки с напоминанием правил безопасного вождения. «Некоторые, конечно, не ожидали, что их остановят в этом месте. Сначала, может, немножко шокированы, а потом улыбаются, в ответ поздравляют нас с праздником и радуются». Флайеры с призывом сохранить жизнь раздавали водителям в рамках проекта «Неделя безопасности дорожного движения», который проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. «Началась глобальная неделя безопасности дорожного движения. Пятая глобальная неделя. Она проводится во всем мире. И в ходе акции «Георгиевская ленточка» мы, конечно, напомним водителям о том, что здесь нужно соблюдать правила дорожного движения». Акция «Георгиевская ленточка» на дорогах нашего города уже давно стала традиционной. Водители охотно берут символы победы, а наклейки стараются сразу приклеить на заднее стекло своего автомобиля. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. В преддверии Дня Великой Победы в Центре социального обслуживания населения прошел концерт для ветеранов 1-го и 2-го микрорайонов. Праздничную программу для бабушек и дедушек подготовили юные музыканты фольклорного ансамбля «Забава» Центра вне школьной работы. Они исполнили композиции военных лет и русские народные песни. О том, как проходил праздничный вечер, расскажем далее. Юные вокалисты исполнили песни, которые стали для ветеранов любимыми много лет назад. На фронтах войны народные песни напоминали им о родном доме. В тылу помогали дождаться любимых с передовой. Убеленные сединой бабушки и дедушки любовались юностью и задором начинающих артистов, самой младшей из которых было всего 6 лет. Традиционный праздник для ветеранов войны и тружеников тыла 1-го и 2-го микрорайонов прошел на базе Центра социального обслуживания. Идейным вдохновителем торжественных мероприятий стали председатели Совета ветеранов и депутат Петр Смирнов. По словам Людмилы Михайловны, готовиться начали месяц назад. Провели большую работу, чтобы пришли ветераны, потому что им очень тяжело ходить. К сожалению, люди стареют. Петр Смирнов поздравил ветеранов с наступающим праздником и поблагодарил их за мужество и самоотверженность на фронте. Доблестный труд в тылу. И вручил участнику Великой Отечественной войны Григорию Григорьевичу Афонину цветы и подарок. Ваша задача, ну и наша тоже в том числе, это передача этой памяти, воспитание наших внуков, детей. Дело в том, что 9 мая мы соберемся со своими семьями. И важно, чтобы каждый из нас помнил, ради чего наши деды и прадеды шли на войну. Тем, кто не смог прийти на концерт, подарки вручат на дому 9 мая. Также ветераны примут участие в торжественном митинге на площади и параде. По словам Людмилы Михайловны, члены Совета ветеранов микрорайона охотно участвуют в мероприятиях и сами предлагают различные идеи. У нас очень хороший сам по себе совет ветеранов. 8 человек, все молодцы, мгновенно откликаются, никаких трений, никаких. Все делают с удовольствием. Концертную программу накануне Денья Победы им помогают готовить творческие коллективы города. В этом году гостями праздника стали воспитанники Центра внешкольной работы. Подопечные Людмилы Корпушовой из ансамбля «Забава» исполнили для ветеранов русские народные песни и любимые композиции военных лет. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Виктор Абрамович Шенгарев родился в Ишлаградской области Кадюшевского района в селе Центральная Ирмина 16 января 1935 года. Когда началась война, он был еще совсем ребенком. «Когда началась Великой Отечественной война, я последний день из садика уходил. Воспитатели все плакали, потому что садик закрывали. А мать меня взяла и вместе со мной поехала в Белоруссию, в эту же деревню Колодецкую». Добираться до поселения им пришлось сложными путями на поездах, лошадях и пешком. Лишь спустя месяц маленький Витя и его мама все же дошли до деревни. «Пока мы ехали, ее отец умер, его похоронили, Федор. А этот дом уже заняла другая женщина. Ну, мать ее попросила освободить, и мы там стали жить. Жили мы там до 1944 года». Виктор Абрамович вспоминает, что немцев он видел только один раз, но этот раз он запомнил на всю жизнь. «На мотоциклах они примчались, два-три дня бесчинствовали в деревне, всякие живности забирали, продукты, одежду и уехали. Ну, когда они были, значит, мать мне говорит, ты давай им кланяйся, кланяйся, ну и она сама стала кланяться. Ну, никого не убивали». Немцы забрали всю еду, одежду, перебили весь скот. Свои семь лет маленький Витя вынужден был помогать семье. Ходил в лес за ягодами и грибами, выращивал в огороде кукурузу, подсолнухи и баклажаны. «В 44-м году я пошел в школу, первый класс, писать негде было, там где-то огрызок, карандаша нашел, на книжке, которые там были, между строк, значит, все там заполнял». В мае 44-го года Виктор вместе с матерью отправился на Донбасс к своей старшей сестре. Там они прожили до конца войны. В 47-м году Виктор Абрамович переехал в Измаил, Одесской области, где закончил школу, а в 54-м году поступил в Харьковское пограничное училище на оружейное техническое отделение. После по распределению отправили в Новосибирск, где мужчина 12 лет прослужил на предприятии атомной энергетики и промышленности. Там же познакомился со своей супругой и в 1969-м году они переехали в наш город.